Меня зовут Дмитрий Харатьян. Я вновь озвучиваю героя анимационного приключения Дисней Пиксар-тачки «Три молнии Макквина». Я Алика Смехова. И снова я озвучила Салли. Меня зовут Арбенджи Карханян. Я озвучиваю Дока Хадсона. Я Виктор Хориняк. Я озвучил Джексона Шторма. Ой, всем привет! Я актриса Ирина Пекова. Я озвучил новую героиню, которую зовут Круз Рамирос. Меня зовут Летучая Елена. Я озвучиваю героиню Натали Дайджест. Мы, ведущие утреннего шоу Мурзилки Лайф, Михаил Брагин. Татьяна Гордеева. Захар. Мы озвучили роли главных героев. Главных? Да. Зеленый флаг, удачи! Больше надеяться не на что! Без комментаторов спортивных соревнований вообще не бывает спортивных соревнований. В тачках, с одной стороны, это гонки, это очень динамичная картинка, это скорость. А с другой стороны, если посмотреть, тачки, конечно же, про дружбу, это, конечно же, про... Про любовь, про любовь. Ну, ясно, раззадорила. Это чтоб движок в тонусе был. По соперничеству. Добре и зле, о дружбе и ненависти. Есть новые герои, которые более мощные, новые двигатели, новые технологии. Джексон Шторм, он такой, он очень обаятельный, он очень к себе притягивает, он очень интересный, очень современный. Там появилась новая героиня, Круз Рамирес. Лучший инструктор в нашей сфере. За мной! Похожа на меня, во-первых, она очень гиперактивная девушка у нас. Вперед, назад, пип-пип-пип! Конечно же, моя героиня очень похожа на меня. Во-первых, она красивая. Во-вторых, она такая умная, она журналистка. Но эта способность круг за кругом держать оптимальный темп. Совершенно очевидно, что на роль комментаторов, тем более комментаторов автогонок, могут позвать только асов автогонок. Так что здесь абсолютно точное попадание. У новичка уже третья победа! Но... У него появляется ученик. Или ученица. Пока не будем раскрывать. Я пока живу за счет этой тайны. Я вас назову мой винтажный проект. Мой герой не изменился внешне. Скорее, он повзрослел, стал мудрее. Если не выиграю, тогда спорт для меня кончится. Он не может смириться с тем, что кто-то может быть круче, кто-то может быть быстрее его. Строится конфликт с Маккуином. Там происходит то, что происходит между людьми. Да это какой-то самозванец. Потертый, несобранный. Э! Колеса спущены. Я озвучиваю персонаж машина Порш Салли. Это очень хорошая подруга героя. Но как настроение? Я не могу выйти на трассу и ездить, как раньше. Это не сработает. Она его замотивировала и придумала, подсказала, как он может дальше существовать. Не бойся, что ошибешься. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя они есть. Я люблю истории, которые учат чему-то. Правильный настрой. Главное, мистер Маккуин. И это как раз про это. Любая энергия, даже негативная, может быть использована как топливо. Это час моей жизни. Внимание! Марш! Это абсолютно детское доброе кино. Вообще не согласен. Бытует мнение, что тачки – это мальчишки, а также девчонки. Сказать, что придумал? Что? Ничего. Нету быстрой. Тачки – это взрослые. Другое дело! На сегодняшний день мы смотрим «Тачки-3» – это кино. Это гениальная картинка, это экшен, это чудесный звук, сюжет. Это просто кино. Я всячески рекомендую. Тачки-3. 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 Не пропустите. Тачки-3. С 15 июня. Это гонка, это драйв, это соревнования, это ярчайшие герои, это скорость, это динамика. Это невозможно пропустить. Дисней и Пиксар представляют «Тачки-3». Макквин жив! В кино с 15 июня. Продолжение следует... Joey'ssseque.